Приветствую вас, и поскольку вы получили уже от экспертов достаточно однозначные ответы на свой вопрос, касаемо того, нормально ли нас встречаться с парнем, с бывшим парнем вашей подруги, то я постараюсь вам ответить на тот же вопрос, но чуть немножечко другой стороны, чуть немножечко другого, скажем так, угла. Вот вы задаете вопрос, вы спрашиваете нас, нормально ли? Значит, сами вы так или иначе в этом сомневаетесь. Вы сомневаетесь в том, значит, что нормально то, что вы делаете. Хорошо, но тогда возникает вопрос, вопрос, который является очень важным и главным. А почему вы сомневаетесь? Если подобные сомнения у вас есть, значит, есть какая-то норма, какая-то шкала нормальности, на которую вы в данном случае ориентируетесь. И очень важно понять для себя, что это за шкала. В каком месте, в какой момент, в какой период, то, что вы хотите, а вы хотите, как я понимаю, встречаться с бывшим парнем, с бывшим парнем и подруги, в какой момент, в какой период, это ваше желание разошлось с вот этой вот шкаловой нормальностью. Может быть, это, скажем так, может быть, это моральные устои, может быть, это какие-то гигиады, может быть, это какие-то принципы, то есть, почему, и в когда, и в чем разошлись ваше представление о том, что нормально, а что нет. Дальше. Теперь немножечко поговорим предметно о том, что вы спрашиваете. Вы спрашиваете, нормально ли встречаться с бывшим парнем и подругой. Ну, простите. А чем отличается, если так подумать-подумать, чем отличается парень вашей подруги, бывший парень вашей подруги от других парней? Чем? Ну, че? Такой же мужчина, такой же парень, он также имеет шанс, например, вам понравиться, когда речь идет об отношениях и так далее. В нем нет абсолютно ничего необычного. В нем нет абсолютно ничего такого, чтобы делало его сколько-нибудь ненормальным. Другое дело, что существует одно условие, при котором факт того, что вы встречаетесь с этим мужчиной, ну, скажем так, вносит определенную сумятки. Так вот, этот факт то, что ваша подруга с этим мужчиной рассталась не очень хорошо. У них ссора, у них там не естественное, да, расставание, а расставание конфликта. И если вы знаете, что посумка как-то тяжело переживает уход своего молодого человека, то вот тогда встречаться с ним, конечно, не очень хорошо. Почему? Потому что подруга будет негативно реагировать на то, что вы встречаетесь с ее молодым человеком. Она будет как бы видеть его более часто, чем ей, допустим, того бы хотелось. И это будет привносить негатив в ваши отношения с ним. Тут уже, как говорится, что вам важнее. Важнее ли вам дружеские взаимодействия с подругой, или важнее вам своя личная жизнь. Не скажу, что какой-то выбор является более приоритетным. Он на самом-то деле для Гальдова свой этот выбор. И вам просто нужно сделать его правильным. То есть таким, который вы сами посчитали своим выбором. Не чьим-то, а своим. А ненормальным также является встречание с бывшим парнем-подругой в том случае, если он есть ей, вашей подруге, то есть как бы с вами изменить. То есть вот вы встречались с бывшим парнем-подругой, пока он встречался с ней. Вот это очень плохо. И это, по сути дела, ставит крест на ваших отношениях с подругой, потому что подруга это воспримет вас как в прибятоство. Вот, по-другому, и все возможные аспекты, все возможные нюансы, так сказать, личных, интимных отношений с бывшим парнем-подругой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Делаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...